сегодня мы разберем винчестер три с половиной дюйма год его изготовления февраль 2008 года наша задача понять что у него внутри как он устроен без кого-то же мертвый нужно еще один винт смотрим вот этот механизм считывания здесь находятся головки которые считают информацию перемещаясь как бы на поверхность этих дисков смотрим здесь всего один диск вот это скорее всего воздушный фильтр через который происходит сообщение внутренности винчестера с окружающей средой здесь видимо очень сильный магнит управляющий которые управляют перемещением головки вообще поверхность диска очень чистая идеальная без задиров здесь катушка то есть это фактически электромагнитный двигатель сигнала передается вон у то через это через эти проводники то есть если мы отщелкнем их фактически мы можем снять и заменить эту схему собственно говоря как и происходит чаще всего ремонт винчестеров крышка очень прочная те кто думает что пару раз ударив молотком по крышке по винчестеру они думают они уничтожили все их данные на самом деле это не так крышка очень хорошо защищает диск поэтому если вы хотите конечно уничтожить свои данные то вам нужно извлечь этот диск и уже его самое оптимальное просто взять согнуть вот отделилась схема управления вот таким образом на чем держится этот механизм механизм управления головками держится как мы видим на трех винтах так все извлекся это у нас магнит и здесь смотри почти видимость очень сильная да реально сильные магниты которые удерживают магнитную картушку и управляют ее в общем так жестоко поступим отогнем головки как видите они миниатюрные но визуально визуально можно увидеть сами лучше всего конечно забудет посмотреть на микроскопе но это мы сделаем попозже безумие отвага позволили нам извлечь диск на котором хранятся магнитные данные вот эти кольца концентрические следы видимо задира контакта магнитных головок с поверхностью диска которые привели к тому что диск перестал работать ну поскольку мой диск все равно выбрасываем мы его так достаточно беспардон разобрали вот это магниты в которых находится катушка собственно говоря сигналы которые поступают сюда на эту катушку позволяют нам позиционировать головку относительно диска и две головки снизу и сверху тоже поступает на контактную группу которая передается на управляющую плату вот эти контакты это управляющая плата это высокоскоростной высокооборотный двигатель это контактная группа его поступает на оплату управления вот все так устроен честер